Он утверждал, что он все равно любым путям поставил свою раму. С чего он, собственно говоря, и добился. Конфликт между Эльвирой Митрофановой и директором подрядной организации разгорелся, когда ее семья отказалась менять новые евроконструкции на рамы неизвестного качества. Придя однажды домой, хозяева обнаружили разбитые стекла, снесенную раму и поврежденную вагонку. Все, за что год назад они заплатили почти 60 тысяч рублей, оказалось испорченным. Они на таких каких-то канатах, была деревянная подложка, и там человек вот это красил, что-то там делал. Наверное, они подняли до нашего уровня и именно вот сюда били. Детские вещи, которые сушились на балконе, пришли в негодность. Дорогая коляска вся в мельчайших частицах стекла. Ребенок еще маленький, там коляска стоит у нас, то он там спит. Там не ветра, ничего, но свежий воздух. Я представляю, если это было сделано не целенаправленно, а случайно, что было бы с ребенком. То есть, еще раз хочу сказать, это было смертельно, опасность для ребенка. Лица, в принципе, все это дело рассматривают по 167-й статье, как они сказали. То есть, проникновение с умыслом. И порча чужого имущества. У подрядчиков своя правда. Рабочие монтировали окна на седьмом этаже, там мешала железная конструкция. Она сорвалась вниз. По их словам, у Митрофановых был балкон с несанкционированным выступом. По нему и пришелся удар. Указаний сносить рамы не было, уверяет подрядчик. Я таких указаний не давал. И то, что они утверждают, что мы специально прицелены с этой железкой и сломали им раму. Это уже из области фантастик. Я им не говорил, что все равно будут менять. Я им сказал, что я сообщу информацию об отказниках в ЖКО-танкадром. И дальше с ними будут уже произведены беседы. Впрочем, мнения жильцов об установке пластиковых окон разделились. Здесь красиво получается. Старое, что есть, все они убирают, но мы все поставим. Очень хорошо получается. Ну, раму только поставят и все. Остану я опять буду обшивать этим. Я же не выкину эти доски. Фасад приводит к единому стилю. По словам жильцов, вот уже месяц. Рафаэль Фазылов, скрипя сердцем, согласился демонтировать свой евробалкон. Но вот теперь семья страдает от сквозняка. Пускай любой ставят, либо мы зиму, перезимовали как-то. Мы же замерзаем, мы же вот болеем, я вот болею уж неделю. Отказаться от замены оконных конструкций казанцы могут в случае, если их стеклопакет совпадает с утвержденной архитекторами формой окон. А это четыре створки, толщина рамы 6 сантиметров. Катерина Фладунг, Дмитрий Ермаков, Максим Золотухин, Телеканал Эфир.